Новая Кондопога в часе езды от Москвы. В городе Хатьково, это под Сергиевым Посадом, местные жители пошли войной на мигрантов. Обстановка наколена до предела и в любой момент может перерасти в массовые погромы, как это случилось в Карелии. Сейчас на улицах Хатькова уже невозможно встретить ни одного мигранта, настолько они запуганы. Побывал в Хатьково наш корреспондент Илья Васюнин, который только что вернулся сюда, в студию, и сейчас расскажет нам о том, действительно ли на улицах Хатькова сейчас нет ни одного мигранта, просто потому что они боятся ходить по этим самым улицам. Илья? Да, Дима, добрый вечер. Действительно, людей, которые приехали бы из Таджикистана и Узбекистана и еще совсем недавно работали на стройках или подметали улицы в Хатьково, сегодня нет. Ну вот, с 26 на 27 число произошло нападение, произошло убийство. В этой драке до сих пор не ясно, кто же там виноват. Это признаются и милиционеры, которые говорят, что идет расследование. И, собственно, сами жители, сами участники инициативной группы, которая сегодня встречалась с руководством области, района и, собственно, поселка вот этого городского типа, они тоже говорят, что пока виновного установить непонятно, невозможно. Тем не менее, действительно, мигрантов нет. Говорят, что через день или два все места, где жили люди, это заброшенные детские сады, заброшенная молочная кухня, так называемая молочка, ее жители местные называют, они опустили, потому что туда приехали автобусы под покровом ночи и увезли просто всех работников, которые там содержались нелегально, жили нелегально, увезли в какие-то другие города, говорят, Сергии в посад. Но сегодня на заседании, собственно, сегодня встретились представители инициативной группы, которые 4-го числа на День национального единства, вот этот вот так называемый новый праздник наш, перекрыли улицы с требованием прекратить нападения, которые там были, прекратить практику, когда нелегальные рабочие приезжают на стройки. И сегодня все встречались с правительством, был Виктор Егоров, заместитель губернатора Громова, губернатора Московской области Владимир Порошков, это глава Сергея Посадского района, и, собственно, была начальник, ну, как бы глава городского мэра, можно сказать, города Ходькова, Рита Тихомирова. И вот она, собственно, сказала о тех мерах, которые были приняты, давайте послушаем. У нас по квоте на производство попросили 175 человек, вот об этом прозвучало в докладе не начальника Ходьковской милиции, Наталья Дмитриевна, но мы приняли решение, такое, администрация, вместе с Советом депутатов, и поставили перед директорами наших предприятий, производств, задачу, что, значит, квот на следующий год не будет таким. Ну, в общем, если это, конечно, не нюрмирские законы, то, ну, в общем, достаточно строгое отношение к людям, которые приехали, да, к дешевой рабочей силе, которая так популярна сегодня у нас на всех стройках, я думаю, и города нашего, и Подмосковья, и страны. Ну, началось все, я напомню, то есть причиной для этого взрыва стало убийство во время драки на центральной площади города. Собственно, ну, вот сегодня, сегодня руководство, сначала 4-го числа ждали мэра, он не приехал, когда перекрыли улицу, на следующий день митинг было меньше, но тоже уже людям угрожали, там, милиция, руководство говорили, что будут приниматься меры, и вот сегодня, наконец-то, официальная разрешенная встреча, такая, ну, в общем, сход-не сход, актовый зал школы. Требовали, сегодня отчитывалось уже руководство о том, как оно борется вот с преступностью в лице нелегальных мигрантов. Перечислили, значит, ФМС, перечислило, какое количество преступлений совершают люди из ближнего зарубежья, милиция сказала, как она, значит, с этим борется, вот глава выступила и сказала, что квоты на работников, которые приезжают из-за рубежа, будут сокращаться. Но на самом деле выяснилась, собственно, главная причина вот всех этих трений, она, конечно, тоже выяснилась, и она так вот прошла более-менее таким незаметным признанием. Сказали, что на самом деле-то таджики строили и здание новой школы, в которой все и собрались, каждый день уметая, подметали улицы именно, ну, то, что называется нелегальными рабочими, хотя, ну, не все, в общем-то, согласны с самим этим термином, потому что, ну, говорят, что нелегального труда не бывает, но, тем не менее, именно люди, которые жили здесь без разрешения, без всяких документов, работали на муниципальную власть. То есть само государство, ну, в лице вот муниципальной власти, да, нанимало вот этих дешевых работников, которые и работали, а жители считают, что они вот представляли угрозу. Ну, о чем я вот закончу, скажу лишь о своих впечатлениях. На самом деле началось-то все разговор с мигрантов, с отчетов, со статистики, а закончилось все, ну, буквально криком, там, люди говорили об освещении, о том, что нет стадиона, о том, что негде работать. То есть все вышло на какие-то совершенно, какие-то абсолютно социальные проблемы. И у меня такое ощущение, что вот эта вот нелегальная миграция, так называемая, она, это вот, как есть такой борец, известный Скорубс, Алексей Навальный, он говорит, когда говорит, посылает очередной запрос в Роснефть или Газпром, он говорит, ну, давайте мы их потыкаем острой палкой. И вот это вот такое ощущение, что жители понимают всю остроту проблемы, что единственное, чего боится власть, вот подмосковная в том числе, это вот это вот разжигание национальной розни. На самом деле никаких ни погромов, ни убийств, да, на межнациональной почте не произошло после этого трагического случая. Но люди как будто поняли, что единственное, чего боится власть, это вот этих межнациональных трений. И чем больше она боится, тем больше они об этом говорят, чтобы решать какие-то вот обычные проблемы с дорогами, со светом, с коммунальными платежами, которые выше, чем в Москве, и со всем остальным. Ну вот, я уходил, собрание продолжалось, это уже там был там 8 или 9 час. Обещали еще, договорились, что соберутся еще в начале декабря. И еще раз правительство и области, и города отчитается о проделанной работе. Спасибо, Илья Васюнина, ситуацию в Ходьково. Сегодня в студии Дмитрий Политаев, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования миграции. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Надо бояться. Действительно так наклина обстановка? Вы знаете, мне кажется, что надо бояться прежде всего за нашу безопасность. Мне кажется, что мигранты – это такая политически удобная тема. Безусловно, они не ангелы, безусловно, они совершают преступления. Но вот те вещи о криминализации России, которые педалируются из сообщения в сообщение, из СМИ в СМИ, мигранты совершают от 3 до 4 процентов преступлений в целом. И они сюда приехали не для того, чтобы убивать наших граждан, а для того, чтобы работать. И если случился такой инцидент, что погиб человек, погиб молодой человек, этим делом должна заниматься милиция, и она должна обеспечивать нашу безопасность. И говорить о том, что нужно всех выгнать мигрантов, может быть, тогда перестать выпускать ножи, которыми убивают людей. Дмитрий, но мы же, понятно, говорим сейчас о несовместимости, по большому счету, культур, даже вот на бытовом уровне. Ведь из-за этого часто возникают конфликты, которые перерастают затем в противостояние на уровне маленьких городов. Возможно, но просто если мы получаем с мигрантов дешевый труд, то мы должны думать о том, что мы должны как-то их адаптировать в наше общество. Почему они все у нас нелегальны? Значит, нужно идти глубже, нужно думать о том, чтобы они были все легальны. Чтобы мы... Ну, мы... Чем меньше теневой экономики, чем меньше нелегальных людей на наших улицах, тем меньше вероятность, что они будут совершать какие-то правонарушения. И потом, каково к ним отношение? Я недавно летал в Душанбе по работе, и когда возвращался, то набрадал в Домодедово совершенно непристойную картину, когда они приезжают в нашу страну, их всех принимают за преступников. Они, конечно, приехали работать, их, безусловно, все равно пропустят. Но вот эти отводы в кабинеты, там, какие-то вымогательства. Потом, каждый раз, когда милиционер видит такого гастарбайтера, он видит в нем 500 или там 200 или 300 рублей. Я говорю, безусловно, о недобросовестных милиционерах. И как они должны относиться к нашей стране после этого, там, да? То есть я хочу взглянуть на нас их глазами. И если они видят, что вся проблема в том, что ты должен заплатить взятку, и тебя все равно отпустят, то они чувствуют, что они живут в стране, где власть закона ничтожна. И, безусловно, это тоже провоцирует их на какие-то действия. Но я глубоко убежден, что в стране, в которой следят за безопасностью общей, следят и за безопасностью со стороны тех, кто приезжает. Мне кажется, что этот вопрос переводить в плоскость каких-то национальных противостояний, прежде всего, нужно подумать о том, как их адаптировать, какие меры были приняты. А общая профилактика, велась ли преступность в этом месте, в этом Хачково или в каком-то другом? Ну, понятно, что существует некий информационный фон, в котором мы все живем, в котором нам не раз, как вы уже подметили, говорились, вот в основном преступность от этих приехавших нелегалов и так далее. Но все, конечно, правильно, что вы говорите. Легализовать, каким-то образом обустраивать их быть, сращивать ментальности. Но давайте посмотрим, что творится в Европе последние годы, в той же Франции, где пылают улицы. Любимый пример. Естественно, это любимый, но просто это первое, что приходит в голову. Ну, потому что тоже там работали с теми мигрантами, кто приехал, а кто сейчас жжет там машины. Это второе поколение, у них уже есть французское гражданство, и с ними никто не работал. А то есть вот первое поколение, они еще хорошо работают? Они приехали с другими целями, они хотели адаптироваться. А эти уже французы, будучи французами, они, вот эти все вещи происходят с ними. И тогда мы посмотрим, что у нас творится с детьми мигрантов в школах. Есть ли специальные программы, которые помогают их адаптировать в наше общество? У меня есть несколько, мы проводили исследования, у меня есть учителя. А в каких-то странах разве есть такое? Объясните, я вот, например, не понимаю, там, да, я жила тоже за границей, отдала ребенка в школу, никаких таких специальных программ ни для кого нет. Ни для каких других национальности. Но если потом есть проблемы, значит, должны быть такие программы. Возможно, эти проблемы и есть, потому что специальные программы. Ты приехал в чужую страну, сам адаптируйся как-то. Ну, безусловно, те, кто хочет адаптироваться там, да, и прилагают к этому какие-то усилия, они будут это делать. Но не все так могут социализироваться. Для тех детей, которые не могут это сделать, должны быть специальные программы. У них должны быть возможности. То есть, если мы хотим низкой преступности в стране... Ну, у них же есть, наверное, центры какие-то, свои культуры. Да, безусловно. Куда они, конечно же, могут прийти. Мне интересно, например, в этом Ходьково с представителем Таджикской диаспоры администрация хоть раз встречалась. Таджикской диаспоры